Дмитрий Смирнов, как настоящий ученик Алисона Васильевича Денисова, он представлял себе поиски чистой красоты. Немножко даже отторвано от сегодняшнего нашей земной жизни, а скорее всего, в поиске какой-то мистики. Не случайно он написал две оперы и несколько сочинений по мотивам своего любимого художника и писателя, поэта, любимого Блейда. Надо сказать, что уже после смерти Дмитрия Смирнова, буквально через несколько дней, у нас на издательстве вышла огромная шепту, перевод Дмитрия Смирнова в сельских отворений Блейда. Это, конечно, совершенно неправильное событие и в художественной, и в научной жизни. Вот он этого издания уже не видел, но при его жизни вышла в такой очень престижной серии Жезе, уже замечательных людей, вышла книга «Биография Блейда». Вы можете представить, как это был фунток Блейка, потому что в Англии немногие этих всяких языков и любителей. Да, от кого-то, может быть, эта эстетика далека, Блейковская, отлично, от меня, она там была живописная эстетика, очень далека. Да, но вот его любовь и плен, он говорит о его какой-то, о поисках, какой-то чистоты, нравственности именно в этой эстетике, когда не находясь на земле, но еще не в каких-то других измерениях. 23 июля в «День своего состояния» я предложил Дмитрию Смирнову написать лису, который написал одно из последних сочинений, может быть, последние только крупное, сочинение «Когда знали ему солнцевого рода». «Когда я получил партийтуру, я сразу же написал, это очень необычное для тебя сочинение, оно приведет ли обычно, что Дмитрий Смирнов, как произведает ее лису, вот сочинение «Минцева», да, в такой, как он пишет чистую, красивую, как ее лисы, пишет красивую, красивую, красивую. Вот это сочинение какое-то, оно совершенно другое, оно поразило, и я не буду сказать, что я что-то такое чистое, как у меня взял, но я тоже написал, что оно для тебя совершенно необычное, такого сочинения от тебя не ожидало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok